Требуем честного и свободного суда! Несколько сотен человек с георгиевскими лентами ближе к полудню собираются под стенами Киевского районного суда. Здесь сегодня собираются избрать меру пресечения для 65 человек, задержанных во время ночной зачистки облгосадминистрации. Митингующие требуют пустить их в зал суда, дабы они смогли лично проконтролировать ход заседания. Тут собрались граждане Харькова, которые имеют полное право по закону присутствовать на открытом судебном заседании. У каждого у них есть паспорт, на основании паспорта мы имеем полное право быть присутствованы на судебном заседании как слушатели. Однако митингующих на территорию суда не пускают. У забора выстраивается кордон силовиков, чтобы сдержать активистов в случае штурма. В ответ негодование. По словам людей с георгиевскими лентами, во время ночной зачистки Дома Советов были задержаны исключительно мирные активисты. Дескать, поэтому операцию правоохранителей провели быстро и без стрельбы. Некоторые женщины, дети с Чугуева, с Мерефы, дети и мальчики с Северной Салтовки. Был мальчик, кажется, вообще с Донецка, который приехал к другу. Эти люди попросились остаться ночевать. Лидеров так называемого ополчения, среди которых и Спартак, в ночь спецоперации в здании Дома Советов якобы не было. Обвинителей о задержанных говорят мало, но подтверждают, что среди них есть жители других областей. Точные анкетные данные указанных людей мы на сегодняшний день еще уточняем и обрабатываем, потому что, вы понимаете, большинство из них были без официальных документов при себе. Ну, это люди среднего возраста. Женщин среди задержанных людей нет. Определенная часть этих людей не является жителями Харьковской области. Ближе к вечеру задержанных начинают привозить в суд. Но митингующим вход на территорию все так же строго-настрого закрыт. Мать одного из подсудимых не выдерживает напряжения и перелазит через забор. Я считаю, что это несправедливо. Я считаю, что это несправедливо. Судебные заседания продолжаются до сих пор. Дела каждого из задержанных рассматриваются отдельно. В индивидуальном порядке будет определена и мера пресечения. Денис Квартальнов, Виталий Осьмачко, Медиагруппа «Объектив».